Ну, мы по очереди читаем, да? Такая идея? Да, да, да. Ну, давай, зачинай, что ли. Я думаю, начать нужно с предисловия. Вначале идет предисловие составителя Дан Сатар, по-моему, да, его зовут? Два года назад или три года назад книга вышла. Наверное, да. Итак, это книга-сборник «Хидушим». Ну, слово «хидуш», его перевести на русский язык сложно. Это вот что-то новое, что высказано в Торе. Новое открытие в Торе, в общем, самый, наверное, прямой переговор. Наверное, да. Поэтому, наверное, так мы и будем его говорить здесь, «хидуш», да, все наши знают. Это книга-сборник «Хидуши» учения Рава Ури Шерки «Шлита». И она является новым сосудом, наполненным старым вином. Да, это высказывание из «Перкей-авод» Раби Мейра, по-моему, сказал, что бывает, что новый сосуд, но наполнен он старым вином. Да, здесь учение Рава Ури Шерки, несмотря на всю его революционность и новизну, на самом деле оно является старым вином, то есть абсолютно основанным на всех, как бы, источниках всех уровней. Если мы спросим, в чем хидуш в учении Рава, тогда, используя его же слова, на одном из уроков мы можем ответить, да, а вот здесь вот мне не очень понятно, да, анили, мате, что значит, клалит. Я склоняюсь к направлению, к общему направлению вторя. Я склонен, я думаю, в смысле, ликавен, ликавун, турак, лалит, то есть… Да, ну что такое кивун, турак, слова понятны, что такое турак, лалит, а что такое нек, лалит? Да, это, ну, интересный вопрос. Так как он понимает, видимо, как Равшенко понимает, рассматривает это в цельности. Да, клалит имеется в виду что-то типа, ну, не знаю, пшата, общепонятного, общесогласованного, не какие-то исключения. То есть, как бы, с одной стороны, хидушим, а с другой стороны, турак, лалит, нет? Возможно. Ну, я думал, да, что вы знаете. То есть, у меня три варианта. Либо это, вот, как бы, общая тора, а не какая-то локальная, да, либо это универсальная в этом плане клалит. Можно. Либо это подход, вот, его от общего к частному, да, что вот он дает картину мироздания, там, от замысла творения, и потом уже идет к частностям, что, на самом деле, тоже точно подчастность. Я думаю, что это скорее ближе к вере. Ну, хорошо, тогда разобрались. Идем дальше. Хидуши собраны здесь, собраны из двух серий уроков, которые транслировались в Махон-Мейре. Одна называется «Встреча с недельной главой», беседы по недельной главе с Равом Ури Шерхи, В. Арель Сагаль, наверное, это имя человека, который расшифровал их с записи и отредактировал. И второй курс уроков, с которого идут эти отрывки, это серия по Пирке Авод. Мы выбрали собирать, брать отрывки из этих уроков, именно из этих курсов, именно потому, что они охватывают широкий, очень широкий диапазон тем. И мы решили в этом издании собирать такие принципы и хидуши, которые несут в себе сами свою мысль. Законченные отрывки, видимо. В книге Шихей Муаран приводится, что Рабин Ахман из Братслава сказал о себе самом, что его учение – это очень великий хидуш. Здесь объясняется, в чем смысл названия хидуш-гадоль, великий хидуш. То есть это изначально было сказано Рабин Ахманом о своем учении. И кажется мне, что многие ученики Рава Ури Шерки ощущают то же самое относительно его учения, то есть учения Рава Шерки. Тора, которую он приобрела себе имя с глубиной своего погружения, глубиной исследования и ясностью изложения. То есть имеется в виду Тора, которая приобрела себе имя, что мы можем сказать Тора Рава Шерки, что у него свое уникальное учение, которое цельное и при этом уникальное, что можно так сказать. Так, она проникнута в глубину исследования, ясностью изложения и духом его великих Равов. Рава Цви Ягуда Акоин Кук, Рав Ягуда Леон Ашкенази и Рав Шловома Беньямин Ашлаг. Вот это три учителя нашего Рава Шерки. В одном из уроков удивлялся Рав Шерки, как возможно преподавать Тору. То, что Адам постигает в Торе, это он постигает прежде всего сам. И, как сказано в книге Мишлей, это там, где распространятся источники твои наружу и будут только тебе, они будут только у тебя и в них не будет части у чужих вместе с тобой. Как-то так. Это Мишлей, 8 глава, 17 стих. Мудрость и познание Бога, которое постигает человек, это его собственный уровень. Бейнолеве нацмо. То есть это то, что он постигает сам. И как же может человек обучать тому, что он выучил сам? Это почти невозможно. То, что я выучил, это только я выучил. В тот момент, когда я обучаю этому кого-то, другим это воспринимается по-другому. И в этом есть трудность. И если так, то, по-видимому, самые трудные заповеди в Торе, это учить Тору и обучать ей. И несмотря на сказанное выше, мы надеемся, что наше вот это сочинение удалось. И нам удалось передать Хедуши Рава в своей аутентичной форме. Так, чтобы представить его точку зрения наиболее верным образом. Вот это предисловие, которое написал составитель. И дальше будет предисловие от самого Рава Щеркина. Да, в нашем курсе можно перебивать, задавать вопросы. Здесь будут очень короткие отрывки, так что будет что обсудить. Все молчат. Да, а в чем был вопрос? Нет, у меня был вопрос. Мы наоборот думали, может кто спросит. А, окей. Ну вот и у меня был вопрос. Но я как-то вот, такая как-то мысль просвучала. С одной стороны, ну вот Хедуш, да, то есть как бы новизна, да. А с другой стороны, вот это, он не зря же это говорит, что Торак лолит. Вот это как бы вещь, которую, может быть, у Рава, может быть, имела смысл спросить. А что значит Торак? Я вообще, честно говоря, ну я как бы неграмотный человек, но я такого выражения Торак лолит вообще не слышал. Что такое Торак лолит? Мы попытались здесь ответить на этот вопрос. Мне кажется, направление правильное. И можно понимать как нечто комплексное во всех трех направлениях. Что он идет от общего. Ну то есть я говорю Хедушим, но не выхожу за рамки традиции. Такая идея? Нет, это само собой, но как бы кололит, по-моему, это что-то другое значит. Да, это общий взгляд, как бы общая идея. Тогда, может быть, все-таки было бы кололит, понимаешь? Все объемлющие, а вот кололит в смысле не маргинально. Нет, я не думаю. Это я не думаю никак. И, кстати, я вспомнила, есть Мурава Кука такой отрывок, который говорит, что когда человек учит отдельные отрывки, отдельные законы, отдельные идеи и так далее, у него иногда бывает большая сложность. То есть это в основном он говорил про то поколение, которое отошло от вторых. У него бывает сложность воспринять ее в ценности. И он понимал задачу следующего поколения, свою задачу, как представить общую тору, в которой будет понятен смысл каждого закона, каждой идеи, что это будет некая цельная структура. И я думаю, что вот такую задачу себе Равшельку поставил. Ну да, мне тоже так кажется. Я один урок Равла слышал по Рамхалю Дарихашем. Там, когда разбирали предисловие, и Рав говорил, собственно, и Рамхаль сам пишет, что важна именно систематизация учений, потому что люди там, когда учат недельные главы с комментариями разными, когда учат Шульхан-Арух, у них скапливается очень много разных мнений, разных аллахот, разных понятий, и они все забываются, потому что они не систематизированы. И он говорил о важности систематизации, то есть идти от общего к частному. И вот у меня, например, такое ощущение, вот именно от учения Рава Шерки, что он всегда дает общую картину мироздания. И ты ощущаешь ту тему, о которой он говорит в рамках общей картины. Вот это, мне кажется, то, что редкая способность именно Рава Шерки. Я совершенно верно. Я просто хотела добавить, что то, что говорит Рав Кук, он отмечает, что есть такая потребность у человека видеть все целиком, как отдельные частности вытекают из общей картины, как они вкладываются в общую картину. А если они остаются разрозненными, он не готов даже принять такое учение, что это какие-то отдельные подробности, отдельные частности. Вот если бы их забодал, а вот если находку нашел, а вот если... А вот там... Тут Авраам, а тут Ицхак. В общем, не очень понятно, как это все вместе складывается в одну большую картину, в одну систему. Когда он видит некую общую идею, которая это все объединяет, это отвечает на какую-то глубокую потребность человека. Ну да, мне кажется, мы ответили, да, Наталья? Да, да, да. Я думаю, что это самый близкий, мне кажется, ответ, тех, которые мы предлагали. Я бы сказал от себя такую некоторую от себя тяну, но опять же, это лично мое. Это совершенно не означает, что это очень субъективное. А все-таки довольно много сейчас, сколько относительно читая Рава Шерки, по субботам читая только Рава Шерки. Я не знаю, это ощущение только от него, либо от любого раввина, либо вообще от любого специалиста, который доказывает какую-то модель. У меня как бы складывается такое ощущение, ну, во-первых, очень интересно, да, действительно, очень интересно, очень своевременно, очень отвечает моему, нашему духу, скажем так. Но в целом, зачастую такая ситуация, да, что когда он строит как бы некоторую модель, я могу ее назвать в кавычках пазл, ничего как бы отрицательного в этом, не вкладывая в это, строя свою модель, да, он в качестве как бы охоты, доводов, он приводит аргумент, естественно, каким может привести человек как бы религиозный, да, он приводит из первоисточников. Но как бы при этом зачастую, зачастую, как бы совершенно нетривиально, либо складывает их нетривиально, либо комментирует нетривиально, либо, опять я в кавычках говорю, да, выдирает из множества комментариев тот, который ему подходит, для того, чтобы создать картину. При этом у тебя создается ощущение такое, да, это очень красивая модель. Ну, сказать, что эта модель, она, ну, я не скажу, 100% правильная, но она как-то более объективная, чем другие модели, ну, я не знаю. Ладно, это вопрос. Окей, это вопрос. И это каждый должен для себя решить. Кому-то понравится толкование другого какого-то равнина. И Талмуд вообще предлагает разные картины. Начиная с Талмуда у нас есть разногласия в виде картины мира. Когда был создан мир? В Тиши или в Ниссане? Это совершенно разные картины мира создают. И оба они, и Раби Ашо, и Раби Лезаре, доказывают это все из старых, из текста. Просто они берут разные куски. Раф Шерке, Раф Шерке, он все-таки... И это традиция у нас. Он все-таки очень актуально заостренный, он очень мировоззренческий. Он иногда зачастую очень резко, очень резко как бы определяет те параметры, которые он считает правильные и важные. Как человек должен смотреть на государство, израильный, гиперризм и так дальше. Правильно? Хорошо, я не хочу как бы задерживать народ. Он должен однозначно свою позицию определять. Я не вижу в этом... То есть мы, когда учимся, мы можем сказать, вот Раф Шерке говорит так, Аравия говорит по-другому, Аравия говорит по-третьему. И без всякого пренебрежения ни тем, ни другим, ни третьим, каждый строит свою модель, свою картину, видит мир по-другому. А ты можешь выбрать, что тебе ближе, да. Ну, это как бы... Мы все находимся в предисловии. Да-да, Беседр Гамур, Бобонит Кадем, слиха. Ну, теперь второе предисловие, собственно, от самого Рафа Шерке. Да. Великий хедуш есть в этом сборнике. Из течения, как бы, речи, слов, которые я говорил, я не всегда обращал внимание на то, что есть возможность выделить то или иное высказывание из контекста, в котором оно было высказано. Лахэн Абуда, Миранэнэ, Тасан. И поэтому мой друг проделал такую работу, как бы, ну, освежающую, да, Миранэнэ, то есть, которая позволила по-новому взглянуть по-новому взглянуть на эти высказывания более широкую. И представить ее в большому обществу читать, не обществу? В широкой публике. В широкой публике, да. Несмотря на то, что есть в моих словах, приводимых здесь, немного остроты... Немало, немало. А, меатха рифу, слиха. Да, 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 молодец, правильно. Слиха, слиха. Меатха рифу. Остроты, которая может слышаться, которая может как-то переходить рамки политкорректности, да, как я понял. Ну, да. Ну, скажем так. Да. Политкорректности, принятые в обществе. Нет, отредактированные. Ну, типа цензурированные, я думаю. То есть он пишет, что... Хорошо отредактированные статьям, например. Да, да, да. Там принято более... Все говорить более гладко, да. А я, поскольку это цитаты из лекции, сказано устно. Иногда даже говорят... Типа того, что если я кого-то задел, простите, ребят. Да. Да, но я не хотел исправлять это сверхмеры. Да. Для того, чтобы не лишить того уникального смысла, который содержали это высказывание в момент, когда они были... Ну, да. Ну, да. Да, да. Есть рацион мелифне лукеа шамайма. Пускай будет желанно. Ну, это стандартная такая речь, да. Окей. Да, да будет воля перед у Бога небес, чтобы шитье дата бреет но хами отворим. Да, но понравится людям, да. Это чтобы, да, чтобы людям понравилось. Это такой стандарт. И вместе с этим, исходя из этого, даже и всеми тоже понравилось. Людям понравилось. Людям понравится, да, ему понравится. То есть и тем, и вам, ребят, и вам, ребят. Нет, ну это связано, наоборот, Натан, не шути. Слуха, слуха, да. Окей. Бог вот с нами, поэтому нам понравится, и он скажет, хорошо. Людям понравилось, я довольна. Окей. Ну, и здесь он благодарит всех, кто помог в этом издании и благодарит от всего сердца Всевышнего. Окей. Ну, хорошо. Ну, и так, дома. Да, все, идем дальше. Шар. Так, и теперь, собственно, книга, да, первая часть Шар Эхад, она называется Бог. То есть, как мы придумали? По-простому, по-простому так. Да, здесь будет от самых основ, от общего к частному. Тахли Табрия, цель творения. Ну, здесь я, наверное, передам микрофон дальше. Ну, хорошо, у нас леди фест, Нехама, пожалуйста. Да, почему? Да, теперь я уже не сейчас, я вторая. Не важно. Ну, леди. Спасибо вам. В чем состоит цель творения? Это тяжелого вопроса. Есть простой ответ. Написано в книге Ваикра. И говорю Ашем Моисея, говоря, говори все общине сынов Израиля и скажи им будьте святы к душим Тию. По-русски принято переводить святость, поскольку и в ритте это сложное понятие, и в русском это сложное понятие, можно продолжать так переводить, потому что мы точно не очень, не всегда понимаем, что имеется в виду под этим. поскольку свят я Господь Бог ваш. То, что я от себя просто хочу добавить, то, что из этого стиха следует, что только то, что Бог свят, чтобы это не значило, и, соответственно, он хочет от нас, чтобы мы тоже были святы. И Рам, естественно, поскольку не потому, что я читала, а потому, что это просится, когда читаешь, комментировать, где он тоже задает этот вопрос. Что означает слово к души святый? В соответствии с Талмудом в трактате Сангедрин, 92-я страница, первая часть, одним из смыслов этого слова одним из смыслов для меня, потому что действительно слово это очень глубокое, много смысла. Святость это вещь, у которого есть вечное существование, истинное существование, с необходимостью существующего в реальности. Святость будет существовать вечно. Когда Всевышний говорит «Будьте святы», он требует от нас достичь того же уровня существования. Почему? Поскольку я свят. Господь как будто бы говорит «Пока еще я единственный в этой святости». Но будьте и вы тоже святы и сможем вместе играть. Будем в диалоге. Как бы Всевышний работает, действует так, как тот, кто хочет выйти из своего одиночества для того, чтобы познать нас лицом к лицу. Поэтому он просит встречи с нами, стремится к встрече с нами. Обязательной вещью является, чтобы были соответствующие условия для этой встречи. поэтому без подходящей подготовки эта встреча может привести к уменьшению человека и даже его уничтожению. Это можно обсудить, потому что это непростая идея, но требует обдумания. Смысл этого призыва человеку в том, чтобы он не удовлетворялся только стремлением быть моральным, но стремился к контакту с женщином. в книге Зуар сказано про Шаврешалавта 178 страница там сказано, что Всевышний здесь не играет слово, а можно сказать играет с душами праведников в саде Иденском. И также Медраж говорит, я буду ходить среди вас на книге Вейкра. Что это значит? Я буду ходить, да, тут особое слово, как бы прогуливаться. Прогуливаться. Это то, что сказано в Икра. А Медраж говорит, буду гулять вместе с вами в саде Иденском. Это приводит комментатор Раши в соответствии с Медраж Сильмом. А шашуаз играет это возвышенная вещь. Это шашуаз. Я просто не знаю, как точно перевести. На самом деле шашуим это забавы. Забавы, да. Но на самом деле тут имеется ввиду гораздо более возвышенной, поэтому трудно все время повторять игрушка, забава, потому что нам кажется, что это мелкая вещь, а это вещь очень возвышенная. И шашуа это приходит после того, как выполнены все поклепления. Что-то типа интересного занятия. Такое в смысле шашу увлекает. А увлекательное занятие. Увлечение. Да, увлекательное занятие. После того, как выполнены все потребности существования. Мы ели, наелись, еще у нас осталось, так говорится, биркат мазон. Условение после этой вахалной, высованной, литератарной. Что мы будем сейчас делать? Вот это развлечение, оно происходит после того, как мне уже и моему телу, это я вот себя добавляю, моему телу, моему материальному потребностям мне сейчас не нужны. А что после этого проходит это развлечение? И тут приходит шашу после того, как мы наелись. Ну да, можно себе представить, я отвлекусь на секунду субботнюю трапезу, семья сидит за столом, все поели, посуду убрали, а теперь поиграем в шахматы, а теперь поиграем в домино, я не знаю, что там еще в глоту, развлечем детей. Приятное времяпровождение. Приятное времяпровождение. Оно показывает на некоторую вещь, в которой нет необходимости. То есть как веди например. Нет нет 40 необходимости. А где курсор Андрея Слиха? Я тем 40 и в 40 и в общем обе вещи это необходимость. Она не обязательна. Нет необязательности. Это движение без особой цели. Это шашу это развлечение это наиболее высокий уровень реальности. Есть мысли есть которые думают есть люди которые думают что вопросы религии это очень серьезно и грустно. Это в основном так думают нееврейские религии. Но мы говорим о позвихе 2 бен кумо это то что сказано в Деврея Мим что сила и приятность находятся в его месте. То есть мы если мы говорим о каком-то высшем контакте со Всевышним который является целью творения это нечто такое что нам трудно я думаю понять это в том месте где мы сегодня находимся но какие-то отдаленные свойства его вот Раф тут описывает что это не необходимо для жизни как питание это не обязательно это никто не заставляет это чистая радость такая контакта беседы прилепления к Всевышнему даже это место в котором уже нет речи о морали потому что это все находится на более низких уровнях человек должен быть моральным чтобы дойти до такого уровня контакта имея ввиду человечество не отдельно человек тем не менее когда он приходит туда это открывает совершенно другие перспективы была какая-то мысль которую я думала что надо ее разъяснить потом вот то что человек там уменьшается и может уничтожить без подготовки встречается с Всевышним да то есть это прийти к этому уровню святости это довольно долгий путь то есть это что от нас хочет тара привести нас к этому уровню святости а если мы хотим на него запрыгнуть без всякой подготовки без всяких без всякого моральной тренировки духовной тренировки то тогда это не может уничтожить или сломать человека если он уменьшит то есть вместо того чтобы подняться он только опускается в такую ситуацию но этому есть примеры вообще и в истории и в последней жизни это то что мне кажется не знаю что вы скажете есть какие-то вопросы может быть что-то хочет добавить вообще-то попросили как бы резюме сделать цель творения какая цель творения и раф приводит святый будьте что есть некое состояние святости в котором пока что пребывает один всевышний и он зовет туда все творение как понять святость одно из объяснений что это вечность но можно понять так же так мы не знаем что такое святость но мы знаем что это состояние творца в котором пока что находится один он и он хочет нас туда привлечь зовет туда нас собой и еще одно объяснение вот этой цели состояния куда зовет нас всевышний это вот это самое ша-шуа которая сравнивается с тем что когда все потребности выполнены и человек уже просто развлекается можно например сравнить с прогулкой вот здесь сравнивается то есть есть понятие когда человек идет из пункта а в пункт б а есть понятие что человек гуляет вот к этому состоянию пока что мы находимся в движении с пункта а в пункт б как Раф еще приводил такой пример что когда попадает в землю семя оно находится в земле оно пускает корни во всех направлениях но когда один из его отростков он вышел на поверхность земли то дальше у него задано направление строго вверх то есть к свету и он сравнивает это с состоянием до дарования Тора когда про праведников первых поколений там про ноаха про врама сказано что он то есть он прогуливался перед всевышним имеется ввиду что не было какого-то строгого указанного направления и поэтому его их отношения тех первых праведников всевышним были вот описываются там как прогулка после этого была дарована Тора и мы находимся в состоянии из пункта А в пункт Б у нас есть строгие правила но что такое пункт Б куда мы должны дойти это тот же самый пункт А только на новом уровне то есть там опять же будет вот эта самая прогулка развлечение после того как все насытились таким образом это подобно тому что было в начале ну это то же самое как там два шаббата да что шаббат между ними шесть дней в неделю то есть направление от одного шаббата к другому и в конце опять такое же состояние то есть что было в начале до творения то будет после творения что было до дарования Тора вот эти прогулки развлечения то и будет после того как человечество совершит все возложенное на него вот как-то так я понял вот этот отрывок который называется цель творения да по-моему правильно окей мы дошли до нового параграфа да читать мадам да окей есть если можно вот меня такой вопрос а что должно выполнить человечество что на него возложено потому что мы учим что падение миров было запланировано еще во втором дне творения то есть то что произошло с человеком с адамом это было запланировано еще во втором дне творения вот этот грех который он совершил это было получается неотъемливая часть его бытия так вот мне непонятно каким образом человечество может исправлять то что в чем оно к чему оно не имеет собственно какого-то отношения если если это было произошло в мирах вот это вот разрушение такое мир и упали а человек уже был продуктом этого всего то есть он по-другому просто не мог поступить получается вот так что он должен страдать может я отвечу даже не касаясь греха первого человека безусловно так мир без всякой кубалы или там разрушения миров изначально творение было сделано несовершенным для чего чтобы человек смог принять участие в творении вот не доделал тут и там понемножку чтобы мы могли восполнить творение пройти путь исправления и быть его соучастником творения быть его партнером и на этом пути мы исправляем мир исправляем самих себя и доходим до точки когда мы можем быть полноправным партнером Всевышнего потому что пока мы этого еще не сделали нам наше существование даровано бесплатно и мы его ничем не заслужим когда мы его заслужим когда мы исправим мир и самих себя так как от этого нас Всевышнего ждет мы дойдем до той точки когда мы сможем дойти до святости ну в частности мораль подразумевается развитие общества и все односкучно соблюдение заповедей и слов ну все-таки вот мне не до конца понятно мысль понятна до конца наверное понять трудно это действительно непростая штука да вот казалось бы я пришла уже в поломный мир что вы от меня хотите я вам скажу честно меня одна израильская песня очень всегда раздражала а мне дети всегда говорят да Денис слушай что они там говорят главные мелодии а там говорят деточка ребенок он на своем говорит сохраняй мир потому что мы уже не справляемся ничего себе вы значит здесь натворили черти чего родители а теперь все это сваливается на ребенка как это звучит слуха да конечно да 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 вот и это очень странно на самом деле но конечно тут совершенно другая ситуация да Всевышний специально поставил перед нами задачи определенные и не просто так он тут не доделал там не доделал а потому что это то что человеку нужно с чем человеку приходится справляться то что называется челлендс на английском на иврите да вызов вызов это не в том проблема что многие слова не не совпадают полностью и поэтому оно плохо ложится ну да это мы должны это делать да мы пришли в мир который не совсем совершен но мы хотим его исправить да и и в истории человечества очень многие считали что это вполне нормально он родился в мире в котором есть много еще чего не в порядке и нужно вкладываться в это и пытаться исправить конечно это было причиной того что евреи часто влезали во всякие революционные движения потому что они весь мир насилиемый разрушен основание новый мир построен это вот то что их привлекало там что действительно это задача человека исправить мир ну к сожалению это вот то что говорил кстати в этом отрывке если мы идем не тем путем который всевышний нам оказал это может только привести к уменьшению исчезновение 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 да ну вот мне представляется вот такая ситуация взять робота допустим вот он все хорошо работает на каком-то этапе он ломается выясняется что у него неисправленный чип и вот этот чип значит снова ему ставят и делают его и он опять этот робот живет и опять ломается но как известно вся результат в том что несовершенен вот этот чип изначально то есть сколько его не чини сколько ему что не делать но этот робот будет это неправда в том-то вся разница что человек у него есть свобода выбора и он может понять и рассудить где в нем есть ошибка или в мире что неправильно и приложить свои усилия для того чтобы это исправить это как извините я приведу неважно не буду приводить истории собственной жизни мне папа когда-то все-таки приведу он мне когда упрекал меня что я плохо веду я ему говорила я была очень способная девочка такая к логике уже в детстве я ему говорила а я не виноват вы меня так воротили а он мне говорит всегда и вы меня такой воспитали типа а он мне говорит человек сам всегда должен себя воспитывать неважно может быть там родили не совсем хорошие может воспитали не совсем правильно но ты должна сама себя воспитывать это на всю жизнь я запомнила что человек сам должен себя воспитывать это то что на нас возложено ну то что вы говорите правильно тоже правильно но дело в том что однако еще никто из самых даже великих мудрецов эту поломку не отменил это же о чем-то говорит что уже столько лет тем а пусть исторически очень длинный но мы продвинулись довольно сильно мы довольно сильно во многих вопросах морали продвинулись мы сейчас очень далеко от того уровня на котором мир был 2000 лет давайте продвинемся в чтении не нужно пренебрегаться достижениями моральными которые происходят у евреев и у человечества мы постараемся мы еще не должны до конца конечно очень хочется чтобы завтра послезавтра да давайте продвинемся чуть вперед потому что эти вопросы очень общие мы все равно как бы нет мы здесь специально должны заниматься общими вопросами ну хорошо окей тогда давайте общайтесь у меня такой есть ответ Ирине вот этот взгляд что Адам согрешил и мы тут исправляем это вообще только одно из объяснений того что происходит здесь да можно ведь посмотреть просто мы пытаемся себе объяснить что мы делаем здесь куда мы идем можно посмотреть совсем по-другому да например ну конкретно я на этой неделе читал Робина Ахмана да и там такая мысль что ну вот то что мы исправляем грех Адама это раз да другой вариант что нам дана наша жизнь в долг да мы должны заслужить вот а можно посмотреть по-другому что Всевышний решил дать нам бесплатный подарок по беспричинной милости да но чтобы насладиться как он того хочет мы должны себя к этому подготовить это подобно тому как царь позвал нас на свою трапезу да но у нас нету одежды у нас нету каких-то манер у нас нету вкусов чтобы наслаждаться теми блюдами которые он нам приготовил и поэтому мы очищаем себя подготавливаем себя к тому наслаждению которое он хочет нам дать спасибо очень хорошее объяснение мне очень понравилось вообще другой взгляд с другой стороны да одно другое мне противоречит очень дополняет я считаю хорошо давайте пойдем дальше цели да а если вот до этого говорили это наоборот от причины мы здесь потому что что-то случилось а можно посмотреть что мы здесь для того что что будет потом в принципе обратный взгляд спасибо так читаем дальше да 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 достижение задачи творения каждый раз когда мы спросим а зачем вообще Всевышний сотворил этот мир и получим какой-то какой получен это какой-то ответ мы снова зададимся опять спросим а почему так а почему не иначе а почему так а почему не иначе так будет до бесконечности и получается что посредством как бы углубления вопроса мы не то есть закапываясь дальше или копая глубже мы не не достигнем более лучшего понимания желания творца но лучше получим но лучше поймем получше поймем каким образом функционирует существующие ну если кто-то понял я ему как бы желаю успеха окей продвигаемся дальше предназначение бытия как наверное ну человек спрашивает а зачем Господь создал Солнце и Луну человек ответит так для этого он опять спросит но я поднимаю с одной стороны он говорит о том что дойти до однозначного полного ответа на вопрос а цель отопарения он очертил нам до этого некоторый общий взгляд на это что это за шашула что это за святость который он не отвечает на вопросы и ответить на них полностью и окончательно очень трудно и невозможно потому что всегда можно спросить еще что-то а почему так а почему это но тем не менее просто он здесь хочет сказать что очень важно задавать это все равно потому что это проясняет многие вещи по дороге это дает нам понимание смысла творения да ну окей я не всеохватывающий до сих пор мы не пришли к такой полной гармонизации понимания всего как все отсюда следует из общей идеи тем не менее двигаясь по этому пути мы добавляем смысла а человеку очень важно понимать смысл своего существования существования мира мне кажется это как очень важно замечать окей я хочу понять разобраться в каком мире я существую функционирую в каком мире я живу и поэтому у меня есть право дать свое собственное объяснение так я понимаю возникновению мира образованию мира несмотря на то что я понимаю что они будут частичные то есть как бы по-видимому Раф говорит что это легитимно человеку который живет в мире легитимно ему задавать вопрос а какой смысл этого мира но при этом должен понимать что ответы которые он получит скорее всего они его не удовлетворят они будут только частично окей тем не менее это дает ему некоторые понимания в смысле ну что это дает да частичные понимания может быть они тоже важны ты можешь сказать я до конца ничего не пойму зачем мне вообще в этом копаться да но даже частичное понимание очень важно даже иногда маленькое какая-то схематичное наоборот художественное изображение оно вдруг тебе что-то зажигает или проясняет окей мне кажется здесь речь идет о том что как бы мы не пытались понять мы понимаем это все равно для себя субъективно а настоящий замысел творца мы понять его в принципе не способны опять же в прошлом отрывке два или три объяснения которые мы дали и каждый выбрал то которое ему нравится но при этом хотя бы из того что их несколько мы понимаем что это не тот замысел который был у творца то есть они могут меняться мы можем то что мы понимаем мы понимаем то в каком мире я живу что я себе построил и я иду дальше потом у меня может быть следующее какое-то понимание ну да окей читаем дальше ну это такое простенькое название достигнуть всевышнего так по-простому итак я не могу достигнуть достигнуть необъятного непостижимого бесконечного да но бесконечное может достигнуть меня вот такое простенькое замечание все все поняли я до бесконечности нет а бесконечности меня да человек выходит смотрит на звезды и говорит и думает про себя до звезды лететь не могу но звезды вошли в меня такая идея ну может прилететь этот метеорит и рядом окей метеорит может упасть да звезда может упасть а вот до звезды долететь куда страшно окей ну вот афрама малина вот это хорошая штука он же как бы известный хорошо вышел посмотрел на небо но он же никак не гагарин гагарин слетел слетал туда да ну и как будто перефразирует вот я слетал на небо а бога там не увидел абрам был внизу он как бы до звезд не долетел а звезды вошли в него он сказал окей если это все работает существует значит есть хозяин вот такой пример это я на одной ноге придумал ну хорошо читаем дальше мистика в кавычках мистика в кавычках это как бы понятие которое не существует в иудаизме потому что мистика она предполагает что человек таки да может достигнуть ну как это недостижимого да бесконечного это вообще глупое утверждение которое может привести к к кризису веры из-за 15 возрасте 15 возрасте до возрасте 15 летнем возрасте поскольку у нас 15-летних нету нам это как бы не грозит но считаем итак подросток почувствует что он может приблизиться к всевышнему до того момента когда в какой-то день он упадет ну видимо свое приближение это вещь относительная там какой-нибудь храм халюши в 15 лет свои книги писал великие а другой человек и в 40 лет остается таким ребенком который я не хочу увлекать людей в это но были такие которые просто каких-то кризисов говорили мы так на тебя надеялись всевышний мы тут строили строили нас отсюда выселили я больше с тобой не играю я больше ничего не не знаю это поведение но считать что это подростковый период но вообще мы то знаем что это может случиться с людьми которые не подростковые правильно я и хочу сказать это означает просто что возраст вопрос относительный говорили там кабалу нельзя учить там до какого-то 30 лет ну нельзя тем которые это средний возраст а есть гения которые там в 10 лет уже пишут книги комментариев и разбираются в кабале и так далее а есть такие которые в 40 лет и 50 лет остаются на уровне таком который не следует изучать это относительно я написал да мне тут книжки привезли сейчас знаешь что мне вот очень хотелось продолжить ты вот если можно прочти две фразы я просто скажу куда ему положить а дальше если можно я продолжу хорошо и действительно это может быть причиной падения потому что когда ты видишь что великий это я от себя уже говорю грандиозные какие-то захватывающие душу твою планы твои никак не реализуются это приводит я уже вернулся слиха я уже вернулся так покажи Андрея слиха покажи курсором там же там же ну вот вот этот нар подросток он чувствует что он может приблизиться к всевышнему а да понял и у него разбиваются да у него как бы разваливаются все небеса когда он понимает что их что невозможно достигнуть бесконечно я думаю сколько скажу что Раф наверное он привык общаться с умными людьми у которых этот период он проходит только подростковым а мы поскольку общаемся с обычными людьми то мы видим что люди в нашем возрасте я не совсем согласна я согласна что это относительное понятие и я это много раз от Рафа Венера слушала что это относительное понятие некоторым это в 15 лет можно с некоторым это до старости происходит когда он понимает что да невозможно достигнуть бесконечного напротив этого сейчас секундочку у всевышний бесконечный бесконечного нету а что иквуд что-то я не очень понимаю что-то иквуд как бы не ограничивает он может достигнуть тебя правильно да и это в этом смысл заповеди и в этом смысл заповеди всевышний дает заповеди это не я их придумал в смысле я это кто я это человек подросток 15 лет окей всевышний обращается ко мне Андрей пожалуйста перевернуть обращается ко мне поэтому поэтому в иудаизме существует определение противоположное математическому кабала противоположное мистике а именно кабала ну кабала прямой перевод это как бы принятие передачи правильно турата кабала учение кабала в данном случае в смысле мистическое учение турата кабала который принято называть мистическим да называет на самом деле это принятие ну как бы не мистики а принятие воздействия да аж по наверное если я трубка если я как это проводники были если я проводник то тогда я могу как это воспринять в себе бесконечное через себя бесконечное да ну вот если каждый из вас подумает что он такая водопроводная трубка то он не трубка как это было как водопроводная ну труба предположим да все тогда вполне можешь достичь бесконечного нет не достичь он тебе сам придет он сам тебе придет да он сам тебе придет потому что он находится в Хатт по слову Лаакиль это даже не достичь а Лаакиль это в смысле переварить что что переварить нет это Лаакиль в смысле Лаакиль вобрать в себя вобрать в себя Михаль Михаль это сосуд ну хорошо читать дальше либо есть желающие либо я у кого забираю да может быть есть вопросы какие-то такая глубокая тема завораживающая вообще ну я дурак молчили а вы нас слышите вообще народ а народ с нами да может народ разбежался вообще народ здесь пока нет пока все народ улетел в бесконечное ну хорошо Андрей будешь хочешь читать да сейчас я пару слов про это скажу на прошлом уроке Мейера Левенова он сказал интересную вещь как раз на эту тему что есть комментарий Раши на трактат Брахот где он пишет что человек должен притянуть к себе Бога и он эту фразу выводит в качестве доказательства того что Раши не была знакома с философией греческой которая тогда была там во всем восточном мире имеется ввиду в Вавилоне в Ираке и уже начала проникать в Европу но до Раши она еще не дошла и то есть это доказывает то что само это понятие человек должен притянуть к себе Бога оно не могло возникнуть в уме человека который вырос на греческой философии и вот это то именно о чем здесь говорится что бесконечность может прийти ко мне то есть вот это как раз чисто такое понятие еврейское нетронутое философией окей так ну хорошо если все молчат и нет вопросов тогда я почему мы тут крестные хамы кричали вообще-то да нет ну давайте но до того как кричали в том смысле что не молчали мы обсуждали по дороге обсуждали да нет мы-то обсуждали а вот люди сидят и молчат ну как бы по-видимому на уровне этой трубы водопроводной ну хорошо я не хотел ну мы на арене надуваемся сюда все хорошо мы тут веселимся а народ молчит ну хорошо давай читай дальше так ну тогда я прочитаю следующий интереснейший отрывок аулам богалут у мастера ташем мир находится в изгнании и скрывает всевышнего это цитата из перке авот 6.6 да и тут нужно сказать поподробнее тот кто передает высказывание упоминая того кто его сказал и такой человек он приносит избавление в мир аванат аулам понять это можно так что с тех пор как бог сотворил мир мир скрывает его то есть бога скрывает кстати говоря вот это мир да аулам кто не знает сам этот корень происходит от слова исчезать да скрывать то есть мир это то что то что скрывает да это потрясно это всегда это всегда удивляло это потрясно да потому что миру мир это была такая замечательная фраза но вот аулам в смысле от нейлам это фантастическая вещь еще кстати важный момент понятие конец света на русском оно звучит совершенно пессимистично потому что свет это также свет если он закончится наступает темнота но на иврите понятие софа аулам конец мира оно означает фактически конец скрытия то есть раскрытие то есть оно в самой основе свое оптимистично да и ты знаешь что в израильском сленге когда человек например говорят ну как была вечеринка он говорит софа аулам это хорошо в смысле это не плохо ну да в смысле что потрясно если так то мир находится в изгнании от всевышнего но так же и всевышний находится в изгнании относительно мира и мир нуждается в избавлении согласно этому как сказали мудрецы что мир сотворен десятью мамород да здесь вот важно десятью речениями сотворен мир и десятью речениями дарова натору но вот эти речения на иврите это разные слова с разными корнями вот мир был сотворен десятью мамород как сказано в перке авод 5.1 эмит ковнула марбе эсэ растарот и они имели ввиду что я вставлю пять копеек это не какая-то инфермальная такая информация это если мы начнем считать сколько раз в первой главе бытия употребляется веом расшир амар в смысле это амира она в общем-то почти десять раз где еще уже медраж прибавляет еще одно самое первое или там последнее неважно но в общем-то имеется в виду именно те высказывания то что сказано в первой главе в ее мрачи и сказал бог вот этими сказаниями то что он говорил вот мир и сотворялся по слову извините да и мудрецы объясняют что вот эти десять мамород это десять скрытий буквально асабесер астарот и что же делал всевышний для того чтобы прорвать вот эти вот скрытия он дал нам десять деброд это десять тоже речений но это уже другое слово на иврите не амарот а деброд то есть он просверлил десять отверстий в завесах реальности для того чтобы мы узнали его алькен хаумер давар бешим умро и поэтому тот кто передает высказывание от имени сказавшего его так будто превращает мамород в деброд то есть речение скрытия в речение раскрытия и приводит избавление в мир мир избавляется то есть мир избавлен от своего одиночества тем что вот этим превращением мамород в деброд это избавляет мир от одиночества имеется ввиду что мир был один без творца мамород а вот эти вот мамород это мягкие высказывания которые создают преграду завесу между творцом и творением а дебур то есть это уже другое высказывание раскрывающее дебур согласно мудрецам это такой резкий резкая речь такая жесткая при помощи которой Всевышний как будто прорывает границу реальности для того чтобы раскрыться и когда я говорю слово от имени сказавшего его я раскрываю я раскрываю продолжение явления творца как личности то есть он раскрылся как личность во время дарования тора когда он сказал вот эти 10 деброд и если мы передаем вот эти слова то есть все мудрецы которые передавали те же самые слова и они продолжают вот это раскрытие таким образом которое раскрылось во время его речений дэрэ 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 хэшэйют шэль ма верэ а тэрэ через личность передающих тору и пока это не приходит ко мне еще раз когда тот кто передает слова тора от того от кого он получил упоминая его имя передает их кому-то он передает вот то самое раскрытие всевышнему через личность передающего тору и так это слово это раскрытие всевышнего доходит до нас можно вопрос а мама рот где они были если деброд это получается на горе синай а где тогда скрытие произошло там здесь это первое ну или второе по другим комментариям и сказал бог будет ну раке неважно значит раскрытие происходит через дарование тора да творение было словами и в каждом из этих этапов было определенное сокрытие можно это увидеть там да ну да если раскрыть тору что те то что был сотворен мир там сказано вайомер а там где дарованы тора там сказано вайдабер синонимы но разные слова ну что идем дальше вопрос может здесь остановимся может быть кто-то что-то хочет спросить или высказать какую-то идею по-моему очень глубокие были отрывки да требует осмысления может быть у кого-то будет какие-то интересные мысли по этому поводу потому что очень концентрировано все действительно но даже не всегда понятно что можно спросить а вот непонятно все-таки в чем произошло раскрытие между тем что было до дарования торы и что изменилось после дарования торы как оно начало происходить вот это раскрытие это было откровение на горе сенате целому народу бог открылся он с ними говорил и он дал им тору в том смысле заповеди он сказал чего он от них хочет это и это как бы прорыв в завесе да я до этого тыкался как слепой котенок и пытался какими-то своими небольшим разумом понять что от меня Всевышний хочет и так и всяк и все время получалось как всегда говорит Черномор да хотели как лучше а вышло как всегда мир оставался каким-то не очень может быть немножко продвинулся но не особо потому что поэтому потоп потом происходит и так далее дальше тоже не видно чтобы было большое продвижение и тогда бог говорит вот я тебе даю направление я тебе даю заповеди и это тебе поможет прийти ко мне и это уже очень большой прорыв то есть до этого мы вообще его не видели мы жили в мире в котором царят законы природы а теперь у нас есть помимо законов природы есть еще направление есть еще то что божественное желание чего он от нас хочет в этом мире природы мир природы он перестал быть единственным взглядом ну если я понятно говорю ну да и там получается что все-таки для этого был избран один народ значит потому что потом даже вот 40 лет они получили и вот про них никто ничего не знал где они что они народ находится в пустыне под облаками то есть Всевышний даровал эти свою мудрость и потом произошло все равно еще этап скрытия для всего мира то есть как бы только для народа Израиля раскрытие происходило ну это такой этап определенный до этого тоже были единицы которые говорили с Всевышним которым он открывался но это никак-то не помогло мир не смог продвинуться тогда было принято решение что нужно возложить это не на одного какого-то человека там пророка даже очень и очень праведного а на целый народ чтобы он мог повлиять на весь мир так я это понимаю сравнить человечество с одним человеком с Адамом то у него есть голова то есть я слышу вот у меня есть ухо есть мозг который все это осознает то есть это та часть меня которая именно принимает высказывание это вот как раз был Израиль который можно переставив буквы получить Лирош моя голова поэтому они вот именно получили и передают возможно так да но как бы из Медраша получается что он специально вывел такой как бы он сначала просеивал поколение Доноха потом поколение Даврама специально судьбу как бы для нас предусмотрел нельзя сказать что легкую которая должна обеспечить в конечном итоге то что мы сможем как-то продвинуть человечество и сами продвинемся в том-то и вопрос вот в этой нелегкой судьбе Израиля то есть народ который должен делать раскрытие вот но дело в том что судьба действительно у него нелегкая и как вот люди должны увидеть это раскрытие ну допустим посвященные где-то что-то конечно понимают а вот основные массы людей они ведь через вот именно вот нелегкую судьбу они же наверное не могут увидеть раскрытие всевышнего по-разному я думаю но простой пример говорится вторе о том что ты должен помогать Геру потому что ты сам был Гером ты сам был пришельцем помоги не обижай пришельца пришлось пережить Египет такое рабство чтобы на своем историческом опыте понять что рабство это недопустимые вещи и недопустимо плохо относиться к пришельцам есть вещи которые воспитывают в судьбе человека отдельного которые воспитывают его он пережил какие-то вещи и он стал чувствительный к бедам других например из-за того что с ним самим он больше понимает что понимают другие люди а это все на национальном уровне народ который пережил много у него есть национальная память он ведет себя более морально в результате чем другие народы так мне кажется я не могу на сто процентов это утверждать но это как бы и то вообще возможно история могла пойти по другому пути но это то что мы имеем ну да вот я уловила вот именно вот этот ответ что сам народ стал мораль чтобы понять других людей уже в результате этого процесса да я думаю ну мне кажется ответ в главе и тро да и услышал и тро и пришел то есть что он услышал рассечение моря всякие чудеса да то есть на народы другие действует вот то что они видят что такое невообразимое тогда они приходят и там они уже имеют возможность узнать о торе то есть вот именно так дарование торе всему человечеству да пока что мы про это не читали то есть народы вот массы именно привлекает нечто другое да какие-то вот такие спецэффекторы сечения моря ну наверное да может быть в разных поколениях по-разному и это все действительно непростая непростая история много факторов может действовать мы говорили действительно только об одном я говорила а есть еще много другого действительно и чудо которое с нами сотворил всевышний и в наших поколениях когда дал нам возможность построить государство Израиль но мне кажется тоже очень впечатляет другие народы ну кого-то впечатляет кого-то не впечатляет вообще может быть самое главное то что мы ждем пока все государства да повесят там флаг Израиля на своих там посольствах в знак солидарности да и вот это будет знаком принятия да и ждать у нас там можно там сто лет двести лет но одно за другим они так или иначе как бы просыпаются да и начинают начинают осознавать вот это да надеюсь и как мы себя будем вести вот как мы себя ведем в настоящее время это тоже много может оказывать влияние если государство ведет себя морально как государство как бы может быть примером хотя бы в каких-то важных вещах то тогда это может оказать на кого-то влияние но мы уже немножко отдалились от темы может быть остановимся тогда здесь Натан наверное да материал был глубок нужно его осознать но мы тоже ничего ребят может быть этот отрывок поместим у нас есть отдельно для этого нету отдельного чата для этого мы можем в 70 я думаю как бы сейчас в моих глазах такое самое ну не знаю продвинутое самое связанное с нашими занятиями а ну подожди это же у нас не переведено на русский язык можно попробовать перевести подожди мы сейчас говорили мы вроде по-русски общались нет да правда но если кто-то мы же не перевели на письменный я подумал поставить текст в том сообразил что-то вычитали с листа народ ушами послушает но если будет время может быть я попробую перевести но я нет нет я забываю что не умею печатать теперь ну ногами там слегка 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 так господа и дамы ко всем вот Ире огромное спасибо за то что она поддержала мощно вообще госпожа пожалуйста вот Александр Бердичецкий Ася Лео Павел Вавил Мы были очень рады вас видеть и будем очень рады вас видеть следующий раз Please озвучивайте свои мысли потому что мы их не можем читать на расстоянии Да даже если есть сомнение какое-то или непонимание или если читаешь всегда возникают какие-то мысли А иначе получается как в том анекдоте Рабинович у вас свои мысли есть но я их не поддерживаю не одобряю поэтому непонятно что у вас в голове может вы не поддерживаете нас и не одобряете что будем делать Тов ну хорошо все замечательно через 7 минут очень серьезное занятие Мейра Левина всем рекомендую желающие да ну и кроме того шаббат шалом хороших новостей у нас тут вообще драматические события в Израиле те кто хотят прикоснуться и понять в группе нет секунду это промо было израиль с первых рук а вот они эти руки мы там посмотрим что у нас происходит окей всем счастливо и пока всем спасибо пока пока пока